Всем привет! Вы знаете, что у всем известной голубики есть достойная соперница, конкурентка, а может и нет, может и сотрудница? Это жимолость. Среди двухсот видов жимолости нас интересует только одна единственная, синяя, она же съедобная. Этот ягодный кустарник за последние годы стал приобретать все большую и большую популярность и скоро сравняется со своей подружкой голубикой. И не только по своей полезности. По некоторым показателям жимолость, точнее ее ягоды, значительно превосходят голубику высокорослую. Но и она имеет еще кучу других полезных качеств и преимуществ. Все ли знают, что жимолость это одна из самых ранних ягод? Она созревает иногда, даже раньше, чем земляника садовая, всем известная клубника. Уже в середине мая можно лакомиться вкусными, полезными, сладкими ягодами ранних сортов жимолости. А самые поздние сорта созревают в конце июля, как раз тогда, когда наступает пора созревания голубики. Так в чем же польза этой ягоды? В чем ее особенности? Жимолость, точнее ее ягодой, является рекордсменом по содержанию биофлавоноидов. Это целая группа веществ очень разнообразных, так называемых п-активных веществ, различных естественных природных красителей, катехины, кверцетин и прочие биологически активные вещества. Объединяет их всех одно интересное свойство. Эти вещества, эти биологически активные соединения помогают нашему организму оставаться на плаву. Они обладают общеукрепляющим действием, делают стенки сосудов более прочными, капилляры становятся более прочными, более проницаемыми для веществ. Кроме того, биофлавоноиды препятствуют развитию атеросклероза сосудов головного мозга и не только. Таким образом, жимолость это крайне ценный продукт питания. В 100 граммах ягод может содержаться более грамма вот этих самых биологически активных веществ, биофлавоноидов. Больше содержится только в черноплодной рябине, аронии. Но согласитесь, много ли из вас сможет съесть ягод аронии. А вот жимолость едят все с удовольствием, начиная от птиц и заканчивая людьми, конечно. Помимо биофлавоноидов, жимолость это очень ценный источник витаминов. Витамин С, витамины группы В, витамин А, а также очень много микроэлементов. По содержанию калия и натрия, жимолость не имеет в себе равных в растительном царстве. Кроме того, очень много содержит магния, даже есть йод, кальций, железо и марганец. Для того, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С, достаточно всего 100 грамм ягод в день. И вы получите не только заряд витаминов и разных полезных веществ, но еще и сахара. В отдельных сортах жимолости содержание сахаров доходит до 13%. В основном это глюкоза, а также фруктоза и всем известная сахароза. В целом, калорийность свежих ягод жимолости небольшая, поэтому тем, кто следит за своим весом, она ни в коем случае не помешает. Но зато восполнит запас витаминов и придаст бодрости. Так как же завести эту ценную ягоду у себя в саду? Во-первых, запомните, жимолость, в отличие от голубики, не такая привередливая к почве. Она любит обычную, хорошо оккультуренную плодородную почву, слабокислую. Она предпочитает, в отличие от голубики, органические удобрения, перегной, компост. На это она отзывается хорошим ростом и плодоношением. Для того, чтобы иметь свежие ягоды у себя на участке, нужно не менее двух сортов. Дело в том, что жимолость это строгий перекрестник. И чтобы она плодоносила хорошо, два сорта, обязательно два разных сорта. Сажайте жимолость на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, и тогда ягоды будут и крупнее, и их будет больше. Отдельные сорта жимолости, современные сорта, могут приносить, вы вдумайтесь, только до 7 килограмм ягод с одного куста. А куст сам может жить не менее 20 лет. По сравнению с смородиной черной, которая на каждом участке, я думаю, есть, жимолость выглядит таким вот долгожителем сада наравне со смородиной красной и крыжовником. Сейчас существует огромное количество новых, очень хороших сортов. Все мы помним старые сорта типа голубое веретено с горчинкой, мелкая, осыпающаяся, которая вызывала у людей мало желания сажать ее у себя на участке. Но современные сорта, особенно российской или канадской селекции, начисто лишены этих всех недостатков. Во-первых, практически все новые сорта крупноплодные. Вес ягоды до 2-3, а то и больше грамм, сейчас уже не редкость. А размер может достигать 4 сантиметров в длину. Современные сорта жимолостей, в отличие от старинных, не осыпаются. Это значит, вам не нужно бежать каждое утро в сад, собирать ягодки, чтобы они не успели упасть на землю. Зато они способны прямо на кустике заизюмливаться. Это очень хорошее свойство. Вы можете прийти через неделю в свой сад и собрать с кустика нежные, сочные, вяленые ягоды жимолостей. Они не потеряют своих свойств. Я проверяла. Жимолость, помимо того, что может употребляться в свежем виде, она прекрасно подходит и для заморозки, и для переработки. Особенно, если это заморозка в виде пюре, перетертого с сахаром. Дело в том, что сахар препятствует окислению биологически активных веществ и разрушению витамина С. Поэтому, если у вас есть излишек ягод жимолости, их можно перетереть и заморозить в небольших контейнерах. И зимой иметь ценное витаминное питание. Кроме того, и жимолости варят варенье, делают компоты, даже пастилу. И все это отличается очень высоким содержанием биофлавоноидов. Их можно использовать не только для питания, но и для поддержки здоровья. И нужно это делать. Вы спросите, а какие же сорта можно посоветовать? Как я уже говорила, обратите внимание на сорта российской селекции, такие как амфора, синичка, югана, синий утес, бокчарская и так далее. Эти сорта выведены у себя на родине. В Сибирь это сибирская камчатская ягода. Канадские сорта в большинстве своем позднего срока созревания. Российские, раннего и среднего. Кстати, в Беларуси есть и свои сорта жимолости, которые ничем не уступают зарубежным. Это зинри и синявокая. Они не осыпаются, а зинри обладает еще очень красивой формой ягодок, которые напоминают небольшие кувшинчики. Очень приятным сладким вкусом, хорошо держатся на кустах и способны радовать своих садоводов, любителей хорошим урожаем. Из поздних сортов обратите внимание на серию Бореалис. Бореал Бьюти, Бореал Близзард, Бореал Бист и так далее. Эти сорта способны созревать в конце июня, в июле месяце. А некоторые способны созревать даже к началу августа. Таким образом, если вы посадите у себя на участке и жимолость, и голубику высокорослую, то практически весь вегетационный сезон, весь теплый сезон, вы будете иметь у себя на столе вкусные, ценные, питательные, лечебные ягоды. Но есть один маленький минус. Поверьте, на такие вкусные ягоды всегда находится море любителей. И самый главный вредитель жимолости – это птицы. Скворцы, дрозды и даже дикие голуби охотно питаются витаминной ягодой. Но этого можно избежать. Жимолость можно защитить. И сделать это гораздо проще, чем защитить ту же черешню от птиц. Маленький кустик легко накрывается сеткой для защиты от птиц. Главное, не забудьте обвязать снизу, потому что хитрые дрозды просто подлезают под защиту и выклевывают ягодки изнутри. Таким образом, если вы накроете защитной сеткой весь кустик, вы сохраните все ягодки до последней. При уходе за жимолостью, помните, что периодически ее нужно прореживать, обрезать для того, чтобы ягода не мельчала, а интенсивность цветения не ослабевала. И тогда этот кустик будет долго-долго радовать вас, ваших детей, ваших внуков, по-настоящему ценными лечебными ягодами года в год. Кстати, жимолость, в отличие от многих других культур, самая зимостойкая культура. Дело в том, что ее цветки способны выносить заморозки до минус 13, а зимние морозы до минус 30 не представляют для нее никакой угрозы. Что в свете нашего меняющегося климата очень важное преимущество. Поэтому сажайте жимолость, выбирайте для себя сорта по своему вкусу не менее двух-трех, и тогда, поверьте, все гости будут у вас за ценной ягодой. С вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. До новых встреч на нашем канале!